МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кировз Репортинг, ладис и джентльмены! Всем привет, большие и маленькие любители крупных калибров! Сегодня с вами в эфире Александр Петров, он же Тури. Ну и, конечно, как вы догадались, я представляю вашему вниманию гайд по легкому крейсеру пятого уровня советской ветки развития под названием Киров. Это корабль с долгой и славной историей. Он был спущен на воду в 1936 году. Воевал он против немецких захватчиков, участвовал в обороне Ленинграда, но и в послевоенное время, в том числе, нес свою службу и закончил ее как учебный корабль. Вот такая вот у нас с вами история. Но давайте перейдем уже непосредственно к нашей игре. Здесь, как обычно я люблю говорить, все гораздо печальнее. Крейсер Киров занимает у нас место на пятом уровне между Светланой и Буденом. Что же это за крейсер? Давайте рассмотрим его плюсы и минусы. Ну и, как водится, начнем с минусов. Бронирование корпуса здесь до 50 мм. И, может быть, в реальной жизни это, в общем, достаточно для легкого крейсера. Но в нашей игре он не то, что картонный, он просто бумажный. И за счет того, что здесь высоко расположенная цитадель, в принципе, в боях против шестых-седьмых уровней любой корабль, любым выстрелом, бронебойным снарядом очень и очень запросто пробивает цитадель. Ну, не только шестые-седьмые уровни, в том числе, допустим, тот же Кёнигсберг, немец пятого уровня, уничтожает Кирова за два залпа ББшек. Это где-то там за 10 секунд. Вот такая вот печальная новость. К сожалению, танчить носом или какими-то там углами невозможно, потому что Киров получает цитадель и в нос, и в корму, и вообще куда угодно, в любой проекции. Я надеюсь искренне, что это будет пофиксено, но на нынешний момент это как-то вот так вот. И переходим мы к минусу номер два. Это частые криты рулей и машинного отделения. По этой причине Киров, если ему удается куда-то удрать, зачастую остается без рулей и без витрил, так сказать, и становится легкой добычей противника за счет того, что размер у него гигантский, светится он далеко. Ну и если он не движется, то он очень и очень быстро отправляется на дно. Я когда записывал гайд по перкам для капитанов, я предполагал, что стоит взять скорость поворота орудия на нем. Но вот сейчас могу ответственно сказать, что лучше взять гораздо из последних сил. Это хоть немножко даст вам возможность как-то удрать в случае какой-то там серьезной опасной ситуации. Потому что зачастую у меня выбивали все там возможные двигатели и рули. И я просто тупо не успевал уйти от преследования противника и погибал. Поэтому советую пересмотреть здесь перки капитана и все-таки взять из последних сил. Причем эта обилка пригодится вам и на дальнейших уровнях, вплоть до самой Москвы, на которой в нынешних реалиях машинное отделение выбивается фугасами линкора. Далее, минус номер три. Это огромные размеры крейсера. Он, в принципе, размером сравним с линкором FUSO. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Минус номер четыре. Радиус циркуляции 860 метров. Это побольше, чем у некоторых линкоров. Перекладка руля здесь все-таки, к счастью, нечто среднее между крейсером и линкором. 7,8 секунд. Ну, то есть, как бы еще куда не шло. Отсюда следует следующий минус у нас. Это уязвимость для авиации. Хоть у Кирова и достаточно приличное ПВО. Но, тем не менее, если уж авиация собирается сбросить на вас, допустим, торпеды, то шансов увернуться у вас примерно столько же, сколько у обычного линкора. Ну, то есть, вы сами понимаете. Если по вам бросает американец с шестью торпедоносцами, как правило, у вас же нету такого замечательного ПТЗ, как у линкоров. Две-три торпеды в вас попадают, и вы, славненько, отправляетесь на дно. Та-да-да-дам. Минус номер шесть. Это у нас с вами маскировка. За счет, опять же, своих фантастических размеров светится наш Киров на 13,8 километров. Ну, и на семь с половиной от авиации. Печаль, расстройство, и, в общем-то, как только у вас появляется лампочка засвета, я сразу советую вам менять направление, потому что через несколько секунд вы увидите, как засвечиваются линкоры, и летят от них прекрасные залпы в вашу сторону. Мне вот тут, между прочим, сегодня выберет цитадель на расстоянии 19 километров, попав куда-то там непонятно куда. Так что, ребята, учтите, есть такая проблема. Минус номер семь. Это короткие торпеды, которые здесь 4-х километровые. Они, в принципе, достаточно быстрые, но, как правило, подобраться на торпедный залп шансов у Кирова достаточно мало. Только если он выскакивает из-за какого-нибудь острова. Потому что, сами вы понимаете, пока вы пытаетесь там сократить с кем-то дистанцию, вас совершенно успешно расстреляют из любых орудий, ББшками или фугасами, без разницы. Фугасы, кстати, Киров тоже кушает отлично, с выбиванием всех внутренних модулей. Очень удобно. Долгий полет снаряда минус номер восемь. Как вы знаете, есть в игре такой славный крейсер Йорк, у которого ББшки летят, ну, скажем, дольше, чем ББшки у других кораблей. И вот здесь вот тоже вам придется привыкнуть к тому, что поскольку здесь калибр орудий 180 миллиметров, время полета снаряда здесь немножко другое. То есть, не как вы обычно там стреляете в 152 миллиметра или даже 203 миллиметра. То есть, начальная скорость снаряда медленная. И, в общем-то, снаряд тоже летит не очень быстро. Вам придется научиться брать упреждения немножко дальше, чем вы берете обычно на других кораблях. Это, конечно, тоже безусловный минус. Минус номер девять, на этот раз финальный из того, что я нашел. Неудобное расположение башен при игре через ретираду. То есть, если вы удираете, а это у Кирова случается прям раз за разом, то поскольку на корме у вас расположена всего одна башня, даже несмотря на то, что носовые башни неплохо разворачиваются назад, но, тем не менее, для того, чтобы ими выстрелить, вам придется развернуться чуть больше, чем хотелось бы. Ну и со всеми вытекающими последствиями, цитаделями, критами машинки и движков. Как вы понимаете. Плюс к тому, когда вы играете через ретираду, очень и очень часто противник критует ваши рули. Ну и, опять же, не будем о грустном. Пожалуй, это все минусы, которые мне удалось найти. И, наконец-то, мы можем перейти и к плюсам этого крейсера. Что же у нас в плюсах? Во-первых, конечно же, это орудие. 180 миллиметров с неплохой скоростью перезарядки. В принципе, она достаточно комфортная. Здесь у нас хороший урон фугасами, неплохой урон ББшками. И очень и очень неплохо, как и все советские крейсеры, поджигает наш Киров. Поэтому по линкорам достаточно спокойно, с большого расстояния, вы можете кидать фугасами. Но вот насчет пробития цитадели. На видео будет у меня одна пробитая цитадель при помощи ББшки, линкору. Но это не так уж и часто происходит. Все-таки это не 203 миллиметра. Возможно, пробить с таких товарищей, как Конго, там, линейных крейсеров, у вас и получится. Но вот на что-то больше я бы не стал рассчитывать. В том числе, плюс орудий, это их дальность ведения огня, 16,3 километра. Это, в принципе, немножко спасает Кирова. То, что он может стрелять из-за лека. И пока к вам летят снаряды с другой стороны, возможно, немножко есть шанс у вас повернуться. Вот. Плюс номер два. ПВО 50. Это максимальное ПВО, которое мне удавалось набить на Кирове. И это практически в два раза лучше, чем у самого ПВОшного крейсера пятого уровня, Мурманска. То есть, ребята, ПВО здесь очень и очень серьезно. Плюс тому, здесь есть возможность использовать ручное управление огнем ПВО, которое удваивает урон орудий свыше 88 миллиметров. И за счет того, что здесь у нас стоят 100 миллиметровые универсалки, которые и как ПВО работают, и как ПМК, возможность сбивать вражеские самолеты на 7,2 километра, это, конечно, круто. И сбивает Киров очень и очень здорово. Зачастую за бой, если там два авика у противника, 30 самолетов, это дело совершенно обычное. В этом плане у Кирова, конечно, есть очень и очень серьезный плюс. Ну и, в общем-то, это достаточно определяет его позицию в бою, о которой я скажу еще чуть ниже. Третьим плюсом я бы назвал неплохое ПМК. Опять же, вот эти вот 100 миллиметровые пушки, они все-таки постреливают по эсминцам, которые подобрались там более или менее на близкое расстояние. Ну и, возможно, поджигают каких-то линкоров, если вам повезет. Четвертый плюс, скорость 35,5 узлов. Достаточно неплохая скорость. Набирает он ее тоже достаточно неплохо. В общем-то, это позволяет нам удрать. Не скажу, что это нужно для чего-то еще. Вот, чтобы убегать, в принципе, это неплохо. Далее, финальный плюс, который я умудрился найти, торпедные аппараты с хорошими углами наводки. То есть, вы можете пускать торпеды даже вперед на ход, немножко довернув корпус. Это, в принципе, конечно, безусловный плюс для этого корабля. Далее, быстренько пробежимся по моим перкам капитана. Радиоперехват и вспомогательный калибр базово-огневая подготовка. На вторую полку я вам советую поставить из последних сил. На третью полку я беру суперинтенданта для гидроакустики. Но, в том числе, в принципе, действительно, я подумал, можно взять и бдительность для увеличения радиуса обнаружения торпед. Ну и на четвертой полке у меня стоит усиленно-огневая и ручное управление огнем ПВО, которое и то, и то мне пригодится для более высоких крейсеров, где уже там появляется тоже ПВО. И, в общем-то, наверное, оно нам немножко поможет. Далее, что я возьму в модификации? Орудие главного калибра, ПВО модификация 2 и энергетическая установка модификация 2. Это то, что нам еще позволит немножко дольше прожить на нашем с вами Кирове. Ну и теперь давайте поговорим о роли крейсера в бою. Это, безусловно, эскортный крейсер. Крейсер, который должен идти в ордере вместе с союзными линкорами, прикрывать их ПВО, прятаться за их броней, потому что, вы знаете, вот если выскакивает, допустим, Киров на Нюрнберга или на Кёнигсберга, естественно, судьба Кирова мгновенно решена. А вот если он идет под прикрытием линкора, крейсер чужой еще два раза подумает, стоит ли нападать на Кирова. Поэтому ваша задача в бою держаться тяжелых кораблей. Они помогут вам немножко отгонять всякие крейсеры, которые вам могут мешать. А вы при помощи своих пушек будете поджигать там тех, с кем перестреливать с линкора, ну и по возможности отгонять эсминца. Вообще, для борьбы с эсминцами Киров, конечно, не сильно приспособлен, потому что все-таки скорострельность у него достаточно низкая. И, как вы понимаете, за счет огромных размеров шанс поймать торпеду у него более чем высокий. И, кстати, с этим связано то, что на Кирове идти куда-то в ближний бой, пытаться там в островах поймать каких-то эсминцев, крайне не рекомендуется. Это будет равносильно тому, что вы пошли в острова на линкоре. Ну, вы сами понимаете, со всеми вытекающими последствиями. В общем-то, крейсер эскорта и ничего не более. Но, тем не менее, ребят, я вам подскажу маленький лайфхак, который я обнаружил под уже финал прокачки Кирова. Итак, возьмите с собой в отряд авианосец пятого уровня. И, ребята, это вас сильно спасет, потому что если Кирова забрасывает на семерки, он практически труп. Если Киров воюет против пятерок и шестерок, у него еще какой-то есть шанс. Есть шанс и позбивать самолеты. Поскольку, вы сами знаете, авик балансится у нас один к одному, то есть, грубо говоря, на пятый авик должен приходиться один пятый авик. Ну, и пятый авик не балансит на седьмые уровни. Это вот такой вот маленький лайфхак. Если у вас есть какой-то знакомый товарищ, берите его, не стесняйтесь. Во-первых, вы его прикроете своим ПВО, он сможет на вашей установке ПВО рассчитывать, подогнать свои самолеты, в крайнем случае. Ну, и, в общем-то, поможет с кораблями противника. Я надеюсь, что хоть как-то ваш авианосец умеет играть, и он, в общем, команде пригодится. В любом случае, вам будет играть гораздо комфортнее. Надеюсь, видео вам пригодилось. Поставьте лайк, если вам все понравилось. Подпишитесь на канал, вступите в группу ВКонтакте. Ну, а с вами был Александр Петров, он же Тури. Увидимся с вами в рандоме. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин